Искать оптимальные точки развития Строить культуру живого общения Ценить реальный опыт и знания Стать героем важной персоны Я знаю, что вы собирались поступать в медицинский И просто из-за нехватки денег выбрали педагогический А если вы медицинский, то какая бы у вас была специализация? Там не только деньги, не сколько деньги, сколько вообще система поступления в свое время Это в 91-м году, да? Это был 91-й год, я действительно хотел поступать в медицинский институт На детского хирурга, детского врача И когда родителям сказали, сколько это стоит и что нужно для поступления То принял решение тоже связать себя с детьми С профессией учителя Учителя математики, информатики Нисколько не жалею об этом А почему вообще было такое желание? Кто-нибудь в семье из медики? Не знаю, внутреннее желание было И никто, у меня мама, она из системы образования Работала главным редактором журнала Был такой для школы, информатика и образование Для учителей информатики Кстати, в этом году мы празднуем 30 лет ведения предмета информатики в школе Папа у меня работал на заводе инженером В свое время участвовал в создании Бурана знаменитого Поэтому как-то с медициной никто связан не был Может быть, далекие-далекие предки, о чем я не знаю Но какое-то у меня было желание Внутреннее желание, оно появилось в седьмом классе Такая была мечта детская Я даже... Вы уже видели себя педиатром, да? Или просто вообще... Да, видел себя врачом, детским, да, врачом Даже небольшой секрет открою Когда я поступил уже в ВУЗ, в педагогический Я параллельно поступил в медицинское училище И отучился семестр Но потом, конечно... То есть мы совмещали два дневных Совмещал, был такой у меня период небольшой Тяжеловато Было тяжело, и я понял, что нужно выбрать для себя направление Все-таки и выбор остановился на педагогическом ВУЗе Но такой период у меня тоже был А вот этот семестр медучилища Он какой-то багаж дал, который в жизни может пригодиться? Я до этого работал в детско-республиканской клинической больнице У меня трудовая книжка с девятого класса идет Год я отработал в приемном отделении Тогда были льготы Два года если отработать в больнице То можно было рассчитывать на определенные льготы Так, по крайней мере, говорили Вот, поэтому и этот багаж И в кружок я ходил при втором медицинском университете И обучение в училище медицинском Конечно, определенные навыки, которые необходимы для жизни Они у меня остались Вот поэтому там повязку сделать я могу А укол? Укол тоже А кто детьми занимается? Детьми я занимаюсь, супруга Но у вас, наверное, все-таки достаточно плотный график Нахожу время Специально переехал рядом с работой Снимаю квартиру рядом с работой Чтобы больше времени уделять дочке Сейчас уже растет сын Вот, стараюсь ходить на родительское собрание Я представляю, какой форма вы производите, когда появляетесь на родительское собрание Не афиширую, не афиширую Хотя на родительском собрании в сентябре, когда я был Значит, было родительское собрание Все родители учащихся первых классов Там несколько школ Объединили в одну школу Поэтому полный актовый зал был И когда директор рассказал о школе Рассказал о результатах школы Один из родителей поднял руку И говорит, а можно вопрос? Директор говорит, конечно, задайте вопрос И вопрос был следующий А будет ли ЕГЭ в четвертом классе? Я хотел провалиться козь земли Потому что никакого ЕГЭ в четвертом классе не будет Мы с прошлого года вводим систему проверочных работ Начиная с четвертого класса Которая позволит школе, родителям объективно оценить знания учеников И при необходимости помочь ликвидировать те или иные пробелы в знаниях Которые у школьников по тому или иному предмету появляются У вас перерыв между двумя высшими образованиями То есть сперва вы получили квалификацию преподавателя математики А потом, четыре года спустя, поступили в МГИМО Я поступил через два года после завершения университета Первое образование В 99-м году я защитил кандидатскую диссертацию А в 98-м году я поступил в МГИМО А закончил вуз в 96-м году Поступление было связано с тем, что нужны, я понимал, дополнительные знания Управленцы? Управленцы Поэтому решил поступить в МГИМО Получил второе высшее образование В институте государственного и муниципального управления Действительно очень серьезная была подготовка И это очень многое сейчас дает Возглавляя Рособорнадзор Мне, конечно, нужны знания в области педагогики В области образования И управленческие знания А тема кандидатская? Тема кандидатская Методика работы с отстающими учащимися по математике И с использованием технологии мультимедиа А докторская? Докторская была посвящена профильному обучению В старшей школе Я в то время уже работал в Министерстве образования И вел такой большой проект по ведению профильного обучения Профессиональной ориентации, предпрофильной подготовки Тогда мы вводили независимую итоговую аттестацию после девятого класса И, собственно говоря, вот этот опыт, который был накоплен в ходе проекта Действительно, это было очень актуально Потому что после девятого класса ребенок уже примерно понимает свой профиль Естественно, научный, гуманитарный Или, если он не определился, общеразвивающий профиль Была новая структура байсно-учебного плана разработана Были отобраны регионы И я решил обобщить весь опыт И защитил уже докторскую диссертацию А вот в педагогическом вы когда учились Сколько у вас было мальчиков в группе? В любом педагогическом вузе у нас не исключение Мальчиков было немного Сколько? Потому что бывает, что один-два Да, ну у нас было пятеро А закончило двое Почему так? Кто-то за границу переехал, кто-то недоучился Такая статистика Какие воспоминания студенческих? Очень хорошее воспоминание Мне педагогический вуз очень многое дал В плане понимания психологии, педагогики, дидактики У меня были очень хорошие преподаватели Очень сильная математическая подготовка Сильная подготовка по физике, по информатике Поэтому те знания, которые получены Они, конечно, мне очень помогают И практический опыт Когда я работал пионер-вожатым Когда я работал в школе На практике После завершения вуза А практика летняя в смысле была? Летняя практика После второго курса Обязательно нужно поработать пионер-вожатым Но уже не было в то время Пионерских лагерей Были Как они так не назывались Но тем не менее Да, по сути, это были пионерские лагеря А вы сами в пионер-лагерь ездили, когда были? Конечно Конечно Вот у вас есть представление о том, чем принципиально отличаются, допустим, тинейджеры 80-х, когда вы были школьником, и нынешние старшеклассники? Конечно, отличия есть Вот Понятен Понятный подоплека вопроса Что У меня никакой подоплеки Есть определенное мнение Есть определенное мнение О новом поколении Которое не хочет Не читает литературу Смотрит В интернете Социальные сети И так далее Но я хочу сказать, что это тоже Мы живем немножко в другом обществе Нежели Когда-то мы родились Общество информационных технологий Постиндустриальное общество Это все откладывает и на Процесс образования И на процесс воспитания Но тем не менее Я хочу сказать, что Очень много ребят Которые и читают Ребят, которые Хотят учиться Я встречаюсь с ребятами Которые имеют 100 баллов Получили 100 баллов По предметам По биологии Химии Физике Это действительно Одаренные ребята Это действительно Ребята, которые Хотят учиться И Что Самое интересное Они говорят, что Главный залог Их результата Это самоподготовка Самообразование Вот Поэтому, конечно Поколения Отличаются Вот Но задача Образования Все-таки Чтобы И тогда И сейчас У ребят После школы Были определенные знания Необходимые Для жизни Для обучения в УЗИ И Определенные ценности В жизни Которые Которые Дает И должна давать Система образования Вы в соцсети упомянули А вы там Вообще никак Не анонимно Не представлены Или У нас Рособранадзор Во всех Социальных сетях Присутствует Потому что Это площадка И это Та реальность Ребята Многие молодые И школьники В социальных сетях И поэтому Эта площадка Для них удобна И мы Здесь Отвечая вызовам Мы проводим Определенную информационную работу В отношении Единого государственного экзамена Других проверочных процедур Качество образования Тоже используя И социальные сети Как один из элементов Этой работы А у вашей старшей Есть аккаунт? Пока еще нет Ей 8 лет Еще рано Некоторые сейчас С пяти заходят Пока у нее нет Я считаю Что Дошкольное образование И начальная школа Это больше всего Общение Реальное С людьми Должно быть Общение в семье Общение С С верстниками Это потом Мне кажется Что должно пройти время Очень важно Чтобы сформировались И понимание природы И понимание общества Вот Определенные психологические функции Которые формируются До 7 лет Они формируются В процессе общения Поэтому Живое общение Мне кажется На этом периоде Оно намного важнее Чем общение Такое Через сеть А жена Нет отношения К отрасли К образованию Не имеет Она Заканчивала Губкинский Университет Инженер Работает В нефтяной Сфере А как дочь зовут Полина А кто имя выбирал Вместе выбирали По какому принципу Вместе выбирали В честь кого-то Или там Нет Как выбор Мама моя Такое имя Порекомендовала Оно означает Человек добрый Отзывчивый Вот Для нас это очень важно Для меня очень важно А дочь Отзывчивый Отзывчивый Да Она соответствует Своему имени А младший? Младший Тимур Тимур Сергеевич Посмотрим Пока он еще То есть характер еще 8 месяцев Еще рано Вы видите Ну понятно Что это в очень Такой Долгосрочной Перспективе Их обучения За рубежом Сейчас в общем Принято давать Образование Я не вижу Я не вижу В силу того Что вы российский чиновник Или Нет Я Несколько примеров Вот буквально Недавно Я был на международной конференции Мы Рособроназор отвечает За международные исследования В которых участвует Россия Так вот По международному исследованию Качество начальной Школьной Мы занимаем первое место По качеству Естественно-научного Образования Исследования Тимса Мы входим в пятерку По ПИАКу Это исследования Взрослого населения Мы тоже в лидерах По ТАЛИСу Это исследования Учителей Мы тоже в лидерах У нас есть определенные проблемы По исследованию ПИЗа Это исследования По основной школе И умение использовать Теоретические знания В практике Над чем мы сейчас работаем Но в целом Система школьного образования У нас Неплохая И есть много Примеров Когда Забирают Из Зарубежных школ Своих детей Все-таки мы Родители забирают Родители забирают Все-таки мы родились В России У нас определенная Культурная среда И История И Очень важно Чтобы ребенок Вырос Здесь И Получил У нас очень много Хороших школ Поэтому Я считаю Что Дети мои Должны учиться Здесь И кстати Ребенку Очень нравится Учиться в школе Она с удовольствием Идет в школу С удовольствием Идет в школу И Буквально Тоже Такой случай Когда Один уважаемый человек Мне рассказал Ситуацию Когда Приехали В Вену Родители И Хотели отдать На фортепиано Ребенка Так В Вене В лучшей музыкальной школе Сказали Зачем Вы это делаете У вас здесь есть Консерватория Мы сами У вас учимся Вот Поэтому Таких планов У меня нет А чем Вы вообще Объясняете Вот этот тренд От нынешней Элиты Ну потому что И все Там И не только О чиновниках Говорим И даже Если берем Там Сферу Шоу-бизнес В общем Все у кого Есть такая Возможность Отправляют Детей Там Швейцария В Великобританию Куда-то Учиться Во-первых Не все Во-первых Не все Вот прям Вот мне кажется Что все Был Был Такое Было Такое Был такой Период Сейчас 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 эта тенденция Насколько мне известна И насколько Я тоже общаюсь С И Представителем бизнеса У меня есть друзья И Государственные Понятно Служащие Вот Тенденция Меняется Тенденция Меняется И все-таки Хотят Чтобы Образование Получали В России Поэтому Здесь я Не соглашусь Что Эта тенденция Она увеличивается Наоборот Сейчас Она Уменьшается А вы Разве не считаете Что молодой человек Ну Во всяком случае Там Не перманентно Должен уезжать Может быть На весь срок Какого-то обучения Но должен все-таки Посмотреть мир Для того Чтобы у него был Кругозор И представление Вообще О мироздании Хотя бы Для того Чтобы у него Не было иллюзий Обязательно Если мы говорим Про школьное образование То я считаю Школьное образование Нужно получать В той стране Где Живет Гражданин В частности Как я уже сказал У нас Очень Достаточно Неплохое Школьное образование И это подтверждает Международные исследования У нас разные У нас есть Конечно Проблемы У нас есть Школы Которые Нуждаются В поддержке Регионы Определенные Которые Нуждаются В поддержке Мы сейчас Этим Занимаемся А вот Что касается Высшего образования То действительно Обучение Может быть В российском Вузе Но определенные Модули Определенные Курсы Могут быть В других Высших Учебных Заведениях И такое Сетевое взаимодействие Оно 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 Перспективное Это дает Возможность Молодому Человеку Посмотреть И опыт Другой Страны Получить Соответственно Там Образование Определенные Практику Вот Но это Очень сейчас Активно Развивается И мы Наоборот Это приветствуем Особенно По магистровским Программам Когда Первое Образование Молодой человек Получает В российском Вузе А уже Магистратура Бакалавра Да В другой Стране Или по другому Вузе А у вас Много Заграничных Командировок Вы часто В общем-то Бывают Бывают Не часто Больше По Россия Ежева Но Бывают Международные Командировки Они прежде всего Связаны с тем Что Российская Федерация Участвует Во всех Международных Исследованиях Качества образования А мы Как Рособорнадзор Отвечаем За Участие И поэтому Я Вхожу В соответствующие Комитеты И В рамках Вот этой работы Посещаю Другие страны Плюс У нас есть Школы За рубежом При посольствах Там тоже Проводится Единый государственный Экзамен И мы Директоров школ Иногда Вместе С Министерством Иностранных Дел Собираем Для того Чтобы рассказать О новых Технологиях Подготовиться К проведению Экзамена Последний вопрос Первый Условно говоря Личный Такой Часть Нашей беседы Лето Приближается Где вы будете Летом Отдыхать Будете Во-первых Отдыхать Честно 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 говоря Еще не решил Потому что Впереди Экзамен Ну да И обычно Об этом Думаю Наиболее заметным Лидером Нашей державы И в вашем случае Поскольку Вы В 91 Поступили И получали Образование Выше Вельцинские годы Хотел бы С Бориса Николаевича Ельцина Начать Ваше отношение К нему Потому что Есть Как вы знаете Самые разные Оценки Этого периода 90-х Ну Тот период Был непростой Для Нашей страны Я ощутил Сам На себе Непростоту Этого периода Но Я хочу сказать Что Лично Для меня Так как В тот период Я учился И После Завершения Вуза Поступил На ГИМО В аспирантуру Какого-то Какой-то Негативной Оценки Я бы не давал То есть Я получил Хорошее образование Я считаю Потом Работал Потом У меня была Возможность Работать В науке Поэтому Это период Это история По-разному Можно относиться Но я Считаю Что В любом Случа Те решения Которые Принимались Это ответственность Человек Который Принимал Эти решения А давать Какие-то оценки Наверное Еще должно Пройти время Хорошо А если мы говорим О предшественнике Бориса Николаевича Михаила Сергеевича Горбачева Здесь Тоже по-разному Можно Я думаю Что это Еще должно Пройти время Все-таки Мы должны Осознать Что сделано правильно Что Нет С точки зрения Образования В эпоху Бориса Николаевича Стали реформы В образовании В свое время Вот Поэтому Не сложно Честно говоря Давать какие-то оценки Лично Я считаю Что это часть нашей истории Мы должны По крайней мере С уважением Относиться К своей истории Дипломатично Ну вот Есть фигура В отношении Которая Очень сложно Дипломатично Высказаться Это Иосиф Виссарионович Сталин Здесь Как вы знаете Вот Полярность Оценок Мне кажется Что вот эта Амплитуда Она Максимальная Если сравнивать Его с Его предшественниками И последователями Ваше отношение К Я недавно Видел Переписку Своего деда Я его не застал Но он Был партийный работник И он писал В своем дневнике Нельзя Относиться К людям Зная Что они уже Виновны И судить их сразу Нужно Разбираться В каждом Конкретном Случае Очень тщательно Вот эти слова Моего деда Который Был Причастен И К руководству И к принятию Тех или иных Решений С другой стороны Великая победа Индустриализация Создание Академии Педагогических Наук В 43-м году Вот Поэтому Я тоже думаю Что это Должно еще Пройти время Вот И эта часть Нашей истории Часть нашей страны Вы в первую часть Нашей беседы Так превентивно Несколько раз Проговорили Что у нас Крепкое Хорошее образование Но Естественно Что для вас Не секрет Что существуют Самые разные По этому поводу Мнения И Вот И среди Профессионалов В отрасли Амивиды Преподавателей Среди Политиков Ну и среди Собственных Людей Так или не очень Причастных Родителей То тоже В общем Высказывается По поводу Того С чем Их чадо Сталкиваются В школе Ну и потом В высших Учебных Заведениях И Вы считаете Что То что Пишут О Развале Скажем так Сферы образования Это Передергивание И не соответствует Истине Вот В частности Вот Критикуют Часто Балунскую Систему И Насколько я Понимаю Основной Преп Что Вот эта Прямая Калька Запада Она Не была Адаптирована И Она Не учитывается В многих Моментов Очень важно Посмотреть Какой уровень Образования О каком уровне Образования Мы говорим Если говорить О дошкольном Образовании То У нас Одна из Самых Высоких Доступностей Дошкольного Образования В мире И за последние Годы Было Очень много Сделано По Строительству Я вот Последние Годы Вы какие Был большой Проект Модернизация Региональных Систем Дошкольного Образования Три года Последние Было Очень много Сделано По строительству Дошкольных Учреждений Ликвидации Очередей Были Введены Стандарты Дошкольного Образования Что касается Начальной Школы То Как я уже Скал Российская Федерация В 2008 Году Занимала Первое Место По качеству Начального Образования В мире Если Говорить Про Основную Школу То Действительно Есть Проблемы От 5 К 7 Классу Мы Проводили Национальное Исследование Качество Математического Образования В 5 Классе Высокое Образование Потом Есть Определенная Тенденция К снижению И в этом Отношении Мы Сегодня Работаем С учителями 6-7 Классов Мы Проводим Объективные Работы Чтобы Выявить Те Проблемы Которые Существуют Чтобы Не в 9 Классе Не по итогам ЕГЭ Решать А уже В 6 7 Классе У нас Достаточно Высокое Качество Естественно Научного Образования По международному Исследованию ТИМС Мы тоже Входим В пятерку А вот Что касается Высшего Образования То притчи В языцах В свое время Были Вузы Которые Выдают Дипломы По экономике Юриспруденции В заочной Форме Практически Продают Скажем В сентябре 13-го года Таких Вузов Афериалов В стране Насчитывалось 2,5 тысячи На сегодняшний день Порядка Полутора тысяч То есть За два года Их сократилось 50 миллиардов Вы отняли 50 миллиардов Это тех средств Которые Которые Могли Были Освоены В этой Системе Поэтому Для нас важно Чтобы Вузы Которые Имеют Государственную Лицензию Имеют Государственную Аккредитацию Давали Качественное Образование Буквально До передачи Я был в департаменте Туризма Города Москвы Мы как раз Рассматривали Вопрос Как Работодатели Представители Крупного Туристического Бизнеса Могут Участвовать В практической Подготовке И оценке Будущих Вопускников Поэтому Сегодня Мы ведем Работу По повышению Качества Высшего Образования И с рынка Уходят Образовательного Рынка Если Образно Говорить Уходят Те вузы Которые Не дают Качественное Образование В соответствии С федеральными Государственными Стандартами Плюс К этому Мы Сегодня Реализуем Проект По объективной Оценке Знаний Студентов Первого Второго Курса Когда Оценивают Не только Те преподаватели Которые Обучали Студентов И вот Если У нас Будет Объективная Оценка В основной Школе Объективная Оценка В системе В системе Средний 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 Бал Бал Был Что С образованием И απ Scholars Уровнем И качеством Связывают Неку Инерцию Ну так же Как У Там Допустим Вся Инфраструктура Что В Советском Союзе Был заложен Настолько Мощная База Что Вот Этой Инерции хватает, чтобы поддерживать на определенном уровне, а все инновации, все реформы, которые предпринимаются после 1991 года, они только ухудшают ситуацию. Вы не согласны с такой оценкой? Я еще раз хочу сказать, что ситуация разная. Надо смотреть тот или иной регион, надо смотреть ту или иную школу. Конечно, многое было сделано и в советский период по строительству школы, по методическому обеспечению. Но, тем не менее, сегодня у нас в 2011 году был большой проект модернизации региональных систем образования. На три года было выделено 120 миллиардов рублей и на повышение зарплат учителям, и на модернизацию инфраструктуры системы школьного образования. Поэтому школы строятся, школы ремонтируются, повышается зарплата учителей. Я считаю, что важная задача, ближайшая, это выстроить объективную систему оценки качества. Маленький тоже пример приведу. Мы проводили национальное исследование качества образования по начальной школе, по четвертым классам. Посмотрели 500 школ в разных регионах и увидели, что у нас качество начального образования действительно хорошее и соответствует тем международным результатам, о которых я говорил. Пятерок мы оценивали по пятибалльной шкале, пятерок порядка 7%. После того, как мы провели всероссийскую проверочную работу по аналогичным заданием, уже позже, в декабре, в которой участвовало 20 тысяч школ, пятерок стало 28%. То есть школы, а были регионы, в которых во всех школах были поставлены пятерки. А что это означает? Это означает, что ребенок, получив пятерку, переходит в основную школу, где уже другие учителя, которые видят его оценки, видят, да, отличник, значит, все у него хорошо. Тоже небольшой пример, когда мне написали письмо папа о том, что его ребенок не знает элементарных, ему ставят двойки. Как выяснилось, ребенок не знает элементарных предметов, элементарных вещей по физике, химии. И действительно правильно ставят двойки. А до этого ребенок учился в одной элитной школе под Москвой, где всем ставят пятерки. Берут деньги, немаленькие, и всем ставят пятерки, но не дают знаний. Поэтому лучше объективная оценка, потому что объективная оценка позволяет выявить те проблемы, пробелы в знаниях и, соответственно, организовать необходимую методическую работу. Вот, на мой взгляд, задача, которую сейчас мы с регионами решаем, это, чтобы не боялись и низких результатов, анализировали высокие результаты. Недаром мы рекомендуем регионам не оценивать учителей школы по результатам единого государственного экзамена. А важна объективная оценка. Это позволяет выстроить систему повышения квалификации учителей, это позволяет выстроить определенную методическую работу с школьниками по тем проблемным вопросам, которые выявляются в ходе оценки, что позволяет повысить качество образования. Вот, вы знаете, Бисмарку приписывают высказывание, что воины выигрывают не фельдпебели, учителя. И вот в этом контексте мне интересует ваше отношение к очень многим публикациям, в которых цитируются там и Кейсинджеры, и многие другие деятели, не только из Северной Америки, но и Западной Европы, в отношении того, что их задачей стоит вот разрушение системы образования в России, с тем, чтобы в перспективе, значит, вот как бы страну победить. Вы считаете, что это все как-то больше к теории заговоров относится, или под этим есть какие-то основания? Мне сложно здесь давать какие-то оценки. Я не специалист, и мне сложно предполагать, заговору это или не заговор. Для меня важна работа, и для меня важен тот результат, который мы достигаем. С учетом того, что определенное время я работал и в Академии педагогических наук, и базовое образование у меня педагогическое, и в школе работал, и я определенное представление о системе образования имею. Я думаю. И поэтому для меня важно, чтобы было общение и с учителями, и с регионами, и с управленцами. Почему я много езжу по России и стараюсь встречаться и с учителями, и с директорами школ, рассказывать о том, что делает Рособранадзор, почему он вводит, допустим, объективную систему оценки и учеников, и мы говорим об объективной оценке учителей, чтобы аттестация учителей была неформальной процедурой, когда все получили, прошли аттестацию, а аттестация учителей была тоже объективная. Но по результатам аттестации учителей не принимались сразу административные решения, а было направление на курсы повышения квалификации. И по тем выявленным вопросам, проблемным зонам, которые в ходе аттестации определились, должна пройти система повышения квалификации переподготовки или повышения квалификации учителя. То же самое мы в плане инспекции меняем подходы к инспектированию, потому что я считаю, что инспекция и надзор в системе образования должны носить развивающий характер. Что я в этом вкладываю? Когда мы приходим в школу, приходим в регион, мы должны привлекать экспертов, лучших учителей, лучших директоров, которые уже на практике имеют определенный результат. И они должны оценить школу, посмотреть слабые места, сильные места и дать программу развития. И по итогам инспекции, проверки, школа должна не только предписание получить, но должна получить программу развития, что ей нужно сделать для того, чтобы исправить те или иные нарушения или проблемные зоны, вопросы. А вот если школа не выполняет, директор не выполняет вот эту программу, тогда уже принимать административное решение. Вот вы упомянули свой график поездок. И вообще, я так понимаю, что статус руководителя федерального ведомства, он такой подразумевает стрессообразующий момент, что это, в общем-то, стрессов очень много. Чем стресс снимаете? Во-первых, когда интересная работа, стресс не так ощущается. Конечно, спорт каждый день. Какой? Плавание, зал, настольный теннис. Каждый день удается выбрать время? Каждый день спорт каждый день. Утром обязательно перед работой хотя бы полчаса. Уже привычка. Но самое главное – это удовольствие от работы. И поэтому какие-то серьезные стрессы, они незаметно проходят. Конечно, есть сложные ситуации, которые нужно решать и принимать управленческие решения. Но когда обсуждаешь с людьми, у меня практика обязательно обсуждать тот или иной вопрос. Понятно, решение принимаешь сам и ништешь за него ответственность. Но обязательно его обсудить, чтобы люди с ним могли согласиться, его принять, где-то подсказать какие-то моменты. Поэтому я считаю, что очень многие вопросы решаются, если нравится работа. Когда вас ждали, посмотрели, что у вас на столе, на том месте, где обычно фотографии семьи, расположены образа. Расскажите, почему так и что это за... Подарки. Это подарки близких мне людей. Поэтому я их поставил на стол. А вы верующий? Да. Крещенный? Да. Когда вас крестили? Это было, когда я родился. А, то есть сразу по родине крестили. В советское время не всех крестили. Не всех крестили. Это было, я помню, на квартире. Вот. Но я крещеный. А дети ваши тоже крещеные? Да. Да. Вы считаете, что религия должна как-то присутствовать в школе? Я считаю, что это личное дело каждого человека. У нас светское государство, поэтому каждый человек для себя этот вопрос должен решить. В общем, вы непростым делом занимаетесь, поэтому искренне, души желаю вам в этом деле успехов. Спасибо. Спасибо за интервью. Очень хорошее впечатление. Интересно. Вспомнил юность свою, поэтому спасибо. Все вопросы абсолютно правильные, интересные. Я готов на любые вопросы отвечать, поэтому для меня не было какого-то дискомфорта.